Доброе утро всем любителям доты! Добро пожаловать на азиатскую доту! Посмотрим, чем нас сегодня команды будут удивлять. У нас по плану 3 БО-2 матча сегодня, что не может не радовать, потому что 4 БО-2 матча физически смотреть трудновато. Под конец уже начинает кипеть башка, да и зрителю, наверное. Ну, как бы зрителю прям супер тяжело. Я не знаю, как можно так много доты посмотреть вот такой вот именно с утра. Как бы 3 БО-2 немножечко полегче, ну, конечно, в идеале бы вообще где-то 2 БО-2. Но зато сегодня хорошие игры. У нас сегодня 2 матча команды Among Us подряд. И третий матч я уже не помню, но там тоже, в общем, хороший составчик, такой хороший микс играет. Вот из довольно неймовых игроков, если я правильно помню, для азиатской сцены. Ну, там уже ближе будет понятно. Вот. Так, я забыл размутаться в Дискорде, поэтому Лекс меня не слышит, и мы можем сказать пока, что он бяка. А вот теперь размутываемся, он сейчас начнет меня слышать. Вот. Размутался, отлично. Тини появляется на третий пик команды Among Us. Интересно, конечно, что Магнуса отдали. Я так встречаю в Твиттере иногда там посты с Reddit, и на самом Reddit тоже там люди иногда пишут, типа, ой, мы так устали от этой меты, пожалуйста, дайте патч. Там вот все в этом духе. Вот. И я так сначала, ну, типа думал, блин, типа, что людям не нравится? Куча играбельных героев. Хочешь, играй на антимеме, хочешь, играй на Арквардене, хочешь, играй с Пиктрой, Магнусом, Фантомкой и Джиггернаутом, в принципе, тоже можно играть. Команда вон Кэри Снэпфайр используют. Она и на мид ходит, и на пятерку, там. Пятерки другие есть популярные. Ченом играют, и ничего играют. Единственное, что там некоторые специфические герои пятой позиции, типа Леона, Вичдоктора, ну, совсем не используются. Так, а чего все зависло-то, ёп? В смысле зависло? Все, ну, там, типа, 3 секунды было у Сигнал Ультра, и паузу поставили. Все, нормально. Ясно, привет, Форс. Да, привет, привет. Так вот, я закончу мысль. Люди жалуются, что задолбала их мета. Я подумал, типа, блин, какая мета их задолбала? В принципе, играть-то можно на всем чем угодно. И вот, знаешь, вчера, сыграв, сейчас я скажу, наверное, где-то 9 игр, я понял, что, пожалуй, да, задолбало. Потому что, наверное, где-то в 5 или в 6 катках я играл либо с Магнусом Фантомкой, либо против Магнуса Фантомки. И это, честно говоря, с Точертелой уже прям по самой небалуне. Ну вот, а с этим я бы точно что-то сделал. То есть вот комбинации Магнусов Фантомка тоже саму по себе понерфить бы не помешала. Спектру тоже немножечко понерфить бы не помешала. Чтобы каких-то кэрри, ну, ну, типа Луны там почаще видеть, Пээлла почаще. Так много, на самом деле, кэрри героя. В Рейс Кинга вообще не... Вчера попытался на Рейс Кинге сыграть, чуть не переплевался, блин. Вообще невозможно на нем что-либо делать. Очень плохой герой сейчас. В общем, ладно, да, я тоже, на самом деле, так подумал, что патч, наверное, не помешал бы какой-то такой микропатч. Валв в своем блоге писали, что они планируют каждый, ну, типа, не выпускать каких-то крупных апдейтов, а именно потихонечку менять игру. Но они уже пытались потихонечку менять игру. У них это все свелось к тому, что они там пару патчей выпускали на протяжении там двух месяцев. Микропатчи, знаешь, там, которые немножечко все так, ну, меняли. Вот, но потом они забили где-то года на пол и уже выкатили глобальный патч. Вот глобальные патчи доте нужны. То есть тут нечего стесняться, нечего, там, как-то кидать камни в огород разработчика, что, типа, вот, вместо, ну, надо игрой постоянно заниматься, каждые, там, две недельки, там, что-нибудь там делать. Нет, доте порой нужна встряска. Она, знаешь, как чем-то напоминает вот этот вот шарик, где такой, типа, как шарик со снегом, где там внутри такой, не знаю, город или там какая-то фигурка, и в ней там такое вещество, ты так встряхнул, и снежок падает. Вот дот то же самое. Ее периодически надо брать и вот так вот встряхивать, чтобы там все с ног на голову переворачивалось. Вот, и тогда в нее больше, как бы, вот, именно интереса порой заходить играть. Вот, а когда она уже устаканилась, мета своеобразная появилась, она никак не меняется, то там ты меняй-не меняй понемножку, она в целом, как бы, ну, там, чуть-чуть буквально может пошатнуться в одну и другую сторону. У нас тут появились два кэри, антимем и спектра. Антимем, он же антимаг, кого смущает мой сленг. Вот, ДП и Тайдхантер еще у Сигнала Ультра идут, ласпиком шейкер появляется. Ну, что, куча станов, хорошие нюки у команды Мангас, хороший Рошан, у Сигнала Ультра есть чем поспейсить антимагу. Возможно, он даже имеет право не приобретать Бэтл Фьюри в этой игре, если это Магнус Пятерка, а это, кажется, Магнус Пятерка, ибо Магнуса Четверку бессмысленно использовать. Магнус Четверка — это херня, прошу прощения за мой французский. Вот, Магнус должен быть либо Пятеркой, либо Тройкой, либо Митером. Ну, может быть, иногда на Кэй его можно поставить. Вот. Можно не покупать БФ на антимаге, взять, как раньше это делали, Владмирс, Манту первыми слотами, и быть суперактивным, суперполезным. Ну, давайте смотреть. Так, ну а по поводу Каманг, Каманг и Мангас не так уж безошибочно играют, я так смотрю, мы вот пока дни с тобой не смотрели, сами, я не комментирую, играли, Мангас еще... Подцелили? ...две карты они проиграли, то есть у них уже суммарно аж три ничьи, и получается три победы. В общем, не так стабильны они идут, как совсем недавно на других турнирах. Но остаются на первом месте. Сигнал ультра, три ничи, одна победа, одно поражение. Ну, немножко, конечно, похуже, хотя, как сказать, немножко команда Мангас на первом месте, Сигнал ультра резко на восьмом в данный момент. Хотя разница не такая серьезная, даже если взглянуть на коэффициенты, на Волкан Б, там где-то 1,5, будет на Мангас, и около трех на команду Сигнал. Так что тут можно вполне ожидать 1-1. Тем более, вроде как пик Сигнала ультра предполагает, что тут можно с антимагом Магнусом поиграть в очень интересную доту, как ты говоришь, без Баттлфюри, и пойти немножко в другом темпе, разбивать своего героя. Хотя это Магнус, если верить как наему Сигнала ультра, это Магнус 4, а не 5, что, наверное, не так интересно. Ну, плохо, собственно. Просто позиция 4, она... Ну, ты хочешь иметь такую позицию 4, которая может тебе помогать на линии. Вот. И когда к тебе... Вот в нынешнем патче, когда к тебе приходит Инвокер 4, когда к тебе приходит Магнус 4, когда к тебе приходит Пуш 4, вот тогда ты, конечно, можешь взвыть от немощности игры. Так, стоп, не надо на хут переключиться другой, да? Ага. О, так вот, да. Можешь просто взвыть, потому что на линии, на которой можно теоретически доминировать, ты стоишь и, ну, типа, у тебя киносеанс вражеский кэрри фармит, ну, там, ты в лучшем случае тоже фармишь. Вот. И для Спектры самая большая проблема, что вот для Спектры конкретно здесь на стадии лайнинга вообще никаких проблем, ну, скорее всего, не будет. Она должна будет приобрести стики. Феникс довольно легко тут будет справляться с харасом вражеских персонажей, поскольку там два милишника, они очень легко закидываются спиритами. Ну, вот, совершенно без проблем. Ну, и у нас паузы. Блин, я уже успел забыть за неделю. Пока мы, да, это просто что-то. А, слушай, в Европе тоже столько пауз? Я не знаю. Я смотрел, пауз не было. Я смотрел, я смотрел ESL, да, там действительно пауз не было. Вот, я не знаю, в чем проблема с серверами или, может, с игроками, может, просто они тут на английском не пишут, типа, чего, кого там, просто взял человек, дисконулся. Куняри DC написал ку-ку. Что бы это могло значить? Ну, короче. Типа, паузы. Просто у нас стабильно на каждой карте минимум одна. Это минимум одна пауза. И это очень, конечно, плохо. Это очень плохо, потому что... Не потому что мы тут сидим такие, ну, ленивые, и нам, типа, опять пауз, опять сидеть. Нет, я не знаю. Мне кажется, Лекс... Ой, Лекс, боже. NS рассказывал как-то на одном из эфиров, что вот Valve конкретно на своих ивентах. Они просят, ну, людей, насколько я знаю, я сам, конечно, никогда не был, никогда этого не слышу. По-моему, Ярик где-то рассказывал либо на одном из эфиров, либо где-то еще, либо там в интервью в каком-то, что, ну, типа, ребята, типа, старайтесь паузить каких-то, ну, вот, вот, вот прям вот вообще вот по-другому прям никак. Вот, потому что паузы, они убивают динамику игры, и смотреть игру становится просто тяжело. Ну, как бы игрокам-то по сути пофиг, типа, ну, что, паузили, там, табнулся с мема, проорал, там, пока у тебя тиммейт там пошел, я не знаю, в туалет или там покурить. Девочке там ответил, да-да-да, сегодня пойдем гулять, там, или, там, не знаю, корешу, там, пиво стынет, все такое. Вот, а для зрителя это, ну, типа, тяжело, потому что динамика нарушается, ты, ну, не успеваешь следить за повествованием, и, ну, комментаторам, соответственно, тоже у них прерывается, то есть, ну, тебе тяжелее рассказывать об игре. И, ну, как бы, одна пауза не страшна, две паузы не страшны, там, даже три паузы не страшны, но когда это каждую карту происходит стабильно, вот тут прям каждую карту по пять минут, это начинает немножечко вымораживать, конечно. Ладно, будем надеяться, что сегодня таких пауз будет поменьше. С чего, с чего тут начать? Начать, наверное, можно с того, что Джеймси Авида довольно сильно сейчас подзонил, оставил практически без хитпоинтов игрока команды ЕГЭ. Я не знаю, будет ли Абит играть в ЕГЭ после того, как эта ситуация с коронавирусом наладится? Я думаю, нет, я думаю, уже, уже не будет этих ЕГЭ-3, мы увидели, но это все. Это была, это был крутой состав, это звучало громко, но в итоге мы толком эту команду-то не увидели в деле. На одном лане увидели. Ну, там топ-3 заняли, кажется, там как раз ЕНС выиграли на самом первом мажоре. Феникса подцепили, ошибается немного марш, сейчас он отдаст ферсблат. Должен, по крайней мере. А, что ему делать? Феррик-то, конечно, нажмет, но смысл? Выиграл, наверное, две секунды и, конечно, умирает. Ну, вот тебе линия Магнус Тайт Хантер казалась бы бесперспективной. Ошибка Феникса, безусловно. Все то, что здесь Сигнал Ультра получают на этом лане, ну, лов. Это все ошибки команды Among Us. Вот. Так, у нас тут Тинни вывел пачку за линию между Тир-3 и Тир-2 вышками. Ксифер вот тут с Гримзом борются за ластхиты. Пытается Ксифер рейнджовенького добить, у него это выходит. Как дела у Ку-ку-ку-ку-ку на Шейкере играет? Да, для Шейкера, конечно, это вот прям необходимость, чтобы у тебя четверка так делала. Так, там опять Феникса подвезли. Да, но Феникс с Карус Дайвом уже, то есть этого недостаточно для того, чтобы его убить. Ну, хотя, конечно, подзонили Марча, будь здоров. Будь здоров. С хитпоинтом практически не осталось. Ну, и не Дрим, ты в это время фармит, я смотрю, у него трудностей нет. Но это может быть пока, Тайтхантер сейчас якорек подкачает, будет уже тяжелее в пачке крипов стоять, понятно. Ну, что самое главное, Тайтхантеру здесь все, уже точно никто не мешает. Еще один скивер, Марч. Слушай, там Шоквейв может есть? Шоквейв еще. Нет, Мана не хватает. Но, Марч в итоге стоит далеко от местодействий. Ну, может быть, Спектр это и устраивает, ладно? Спектр фармит, и все ок. Не, ну, тут имеется в виду, что In Your Dream, да, качается, Ван просто тоже качается. Ван, кстати, говорит, с Ботлом играет, интересно у него такой. Ни разу не видел Ботлом на Тайтхантере, или, по крайней мере, очень давно не видел Ботлом на Тайтхантере, чтобы кто-то его приобретал. Марчу нужно третий уровень сейчас как-то нахоботить, постараться, поскольку, ну, там, вторые спириты, они в разы сильнее, чем первые, там и кулдаун меньше, и дамага больше. И дебаф по атакспиду больше, и ты можешь спокойненько, ну, просто, ну, тут странно, что не заблочили сильный, ну, как бы большой кемп, Мартс сейчас вынужден периодически туда ходить, и вот эту пачку отводить, и ему тут, конечно же, может лишний раз пролететь. Так, у нас в топ приходит Ксифер, ну, я не знаю, а как вы Тайтхантера-то убивать будете, джентльмены, вы его не убьете вообще никак, он махнет якорем, и все, идет Ксифер контролить, эм, эм, руну, на четвертой минуте, хорошенько пропушивает линию Джеймси, пошел Тосс от Ксифера, и руна в итоге спавнится в боте. Вот, руна, конечно, по большей части юзлесная, а у ДП Боттла еще нет. Она... Ждет Боттл, ждет Боттл, но, видимо, понимает, что не долетит. А, ты Боттла вообще не было, то есть, там ботинок летел, и в итоге Тайтхантер дает Боттл. Точнее, это Боттл вообще Магнуса. Это Сигнал Эрис, это Эрис, это как бы... Ну, это Магнус, это Магнус, да. Погоди, он что, купил Боттл, и просто отдал его ОДП? Типа, запунил на Боттл, или что? Вот это элитный шнырь-курьер, конечно. Я тебе могу сказать так, что во времена, когда еще не было ранки, я играл в пати с корешами, и мы часто рофлили. Ну, типа, ты рандомишь, тогда за рандом давали не... вот это вот там манго, там, фейри-файр какой-то, знаешь, а дали просто бабло. Вот, если ты рандомнул саппорт, а ты просто мидера своего впуливаешь на Боттл, или на Танго, вот, ну, и покупаешь там по мелочи какую-нибудь хрень, потому что, ну, на линии, что-то надо там по собой. Ну, там, грубо говоря, Боттл и Танго ты покупаешь, сам бежишь там с пачки Танго, вот, а мидер у тебя с Боттлом приходит на линию и рофлит над вражеским мидером, там, заспамливает его. Не то, что прям суперсильно решал, но это было просто мемно. Вот, что мидер может тебе позволить, знаешь, типа, прийти с... ну, там, тупо с Брейсером, там, знаешь, закупленным. Ну, тогда все по-другому было. Там, брейсеры нуля, они все по-другому работали. Вот. Так, а тут у нас оверлевел от Аббеда. И Аббед, кстати говоря, тут планирует делать фраг, но сифончики-то дают Джеймсу дополнительные стойкости и уже так просто с ним не справятся. Вот. Так, ну, из спектра у нас Рашид Блейдмейл. Уже стандартный билд вырисовывается. Так, что, антимем-то у нас? Антимем пока в Пауэр Трэдс уходит. Антимем никто не мешал на линии. Шекер просто просел, ты посмотри, он вообще ничего не добивает на линии. Так а чё? Он стоит один. У него четверка рофлит бегает. Плюс, я чё-то не совсем понял, чё это вообще за ласт пик шейкера тройки. Как бы, у вас станов не хватает? Водитине есть. У вас, я не знаю, ну, типа морф какой-то в пике? Вроде нет. Типа, чё за шейкер? Если хотелось еще какой-то стан, всегда можно взять, не знаю, кентавра какого-нибудь. Или против антимема хороша легионка. Ну, на линии. Можно было Дума какого-то придумать против той же ДП выключать из драки как-то. если бы и он на линии бы еще постоял, пофармил бы. Ну, Много было вариантов. Шейкер тройка это явно не самый популярный выбор. Тем более, если ты играешь вот именно один. Потому что шейкер тройка на самом деле не... Ой, ты что? Ёж. Антимем. Чельни сходи. Ха-ха-ха. Вот идея. Но тут как бы прокачать больше нечего. Чего ему взять? Как бы анкор смеш он не может взять в 4. Второй спелл вроде как особо не нужен. Ну вот, первый у него уже есть. В миде нападают на Джеймси. Джеймси за 2 сифона. Пытается отхилиться под аркин руной, но умрёт. Всё-таки Тинни убивает, но умирает. Тем временем в боте погибает Феникс. Марч 0-2 пока что. И антимаг у нас приобретает... Саппорты элитного назначения какие-то получается, что Тинни, что Феникс. Да, умирает. Саппорты... Ну, может, я, конечно, погорячился, сказав, что... Давайте, наверное, на Нетфорсе переключимся. Погорячился, сказав то, что, ну, типа, в топе вообще ничего типа там Магнусом четвёркой не сделает, но, безусловно, можно как бы намного лучше было отстоять эту линию Феникса. Безусловно. Ну, а Тинни, я не знаю, то есть он в боте может... Ну, он типа пришёл в топ, он же там ничего не сделал, объективно, и не мог ничего сделать. Зачем его вот эта вот ротация в топ, я не совсем понял. Ну, в миде там напал убил так, в реведж в топе, и на её дрим жмёт стики умирает, хоть Блэйдмейл ему и довезли, но там уже стека не было, чтобы его нормально реализовывать. Увы. И ДП делает Вейл оф Дискорд. Интересно. Ну, Вейл оф Дискорд у нас увеличивает урон от способности, я так понимаю, он и от экзорцизма должен давать буст по урону. Ну, это было бы логично предположить, да? Потому что экзорцизм интересная штука, она бустится различным минус армором. Вот, именно там Керасой, Медалькой, Коррозив Хейзем. Ну, получается, еще и Вейлок должен быть, но пока у команды Радиент, я могу тебе сказать, что все прям чики-пуки. И это мы еще про антимага не говорим, которые не вступают в игру вообще, он классно отстал на линии, все-таки БФ, все-таки БФ. Ну, нормально, нормально. Имеет право. Понятно, я к тому, что мы предполагали, что это может быть кладмирством какой-то и там дальше просто игнорирование Баттлфьюри. Но это будет быстро БФ, вот что интересно, все равно по таймингам, даже с рейсбэндом, со стиками, с колечком, это будет очень быстро. Мы пока не видим Темплара Сассин с другой стороны, это тоже, я думаю, такой вот опасный герой, там, с дезолятором, с блиндайгером, даже для антимага это может быть страх. При минимальном контроле можно будет убивать под мелдом его очень быстро. Так что вот Аббет может быть тот самый маленький шанс, чтобы в эту игру можно было вернуться полноценно. Для антимага Темпларка это проблемный герой с той точки зрения, что она быстро Рошана забирает и потом начинает активно, ну, не активно, а может подзажать немножко карту. То есть наставить ловушек, на ловушках этих ловить саппортов, вбивать вражеских героев. Самого-то антимага ей тяжело убить, потому что стана у нее нет, да, но у нее в команде есть шейкер, который может даггер купить. Вот и Тинни, который тоже может даггер купить. Там уже контроль, как ты верно говоришь, имеется. Вот, посмотрим, как дальше будут развиваться события. На антимаге стандартный билд против того, что есть у Мангас, это БФ с Энджин Бьяша, с Энджин Бьяша разбираясь в Алибарду Манту. Вот, и пока, ну, то есть если антимаг Алибарду берет в темпе, в хорошем, вот, то у Темпларки большие проблемы. Вот, если он не успевает купить Алибарду быстро, то, ну, как бы она может быть даже уже и не совсем когда ей нужна. То есть надо смотреть по ситуации. Нападает Аббад на Феникса, заставляет его использовать Икарус. Сам же Феникс у нас собирается приобретать Холилокет. Это такой предмет на Фениксе, который я недавно начал наблюдать на этих персонажах в Азиатском регионе. В Европе я что-то такого вообще не встречал. Ну, я имею в виду в матчмейкинге. Я детально сейчас вот какие-то игры не смотрю. Вот, как, например, в Европе идет там какой-нибудь ESO, ты так на диван ляжешь, чайку заваришь, сидишь, смотришь там. Особо внимания не обращаешь. Может, там какой-нибудь Always On Off Light тоже берет Холилокет. Популярный ныне Феникс в нашем регионе в СНГ. В СНГ-европейском. Но вот в ММе точно нет. И вот в Азии я периодически только такое разве что наблюдаю. Тампларка, слушай, а тампларка-то с блинком. Она зафакапила мелд, что называется. Но вряд ли бы она все равно убивала тем временем спектра. Там антимагры прыжок большой, так что я сомневаюсь. Но пока антимаг тут прыгает, разводит толпу. Этот профит нажимает экзортизм. Тейтхантер с Владмирсом. И ребята пропушивают еще одну линию. Телепорт от Фениксна. Ну вот так просто поплеваться спиритами и ничего тут не сделать, чтобы помешать. А у него... О, заденайл. Красава марч. Красавчик, да, ладно. У него спириты в два. Два. То есть не в три, а в два. Соответственно, он апнет седьмой. Так, пошел хаунд. Вот куда? На Магнуса. Магнус на Скивере уходит. Тут Аббит блинкуется. Нет маны на РП. Вот. И Аббит получает очередной фраг в свою копилку. In your dreams. Респауна. Нажав хаунд. Приходит тут же на линию. Вот. Можно сказать, что... Что реализовал этот хаунд, по сути. Ну, в начале игры ты хаундами просто пытаешься хотя бы какие-то... Ну, желательно, конечно, фраги получать, но ассисты тоже как бы норм. Вот. Прилетел. Сяпика какого-то подрезал там со своими сяпиками и пошел дальше качаться. Ну да, тут 14-ая минута БФ будет готов. Даже, наверное, раньше. Дают антимагу Эмпу. Он порталится в топ. Продолжает ласхитить. Все, БФ есть. Как бы 12.55 БФ купили. Сейчас он в 13.30 прилетит примерно. Фиксируем прибыль. Аббит тут ловушку, кстати, на кентаврах, смотри, организовывает. Но антимем не блинкается туда. Блинканулся бы, кстати, бы умер. Я думаю. Сколько там когда блинка? Секунд 6? Да, 6 секунд. За 6 секунд его... Антимаг с БФом уже в рейсбэнд, колечко, стики, пт. Да, слушай, опасный, конечно. Он под Эмпауэром фармит еще быстрее. Это ведь все стакается. Под Эмпауэром важно не то, что он... Ну, как бы он с БФом достаточно быстро фармит. Там небольшой буст по скорости идет. Но в тимфайте будет очень жестко. Там реведж плюс РП блинкается антимаг, и по демпу с БФом начинает лупить. То есть там буквально три героя рядом встанут, они все умрут за эти скиллы. Борьба за Дивардинг, которую вроде бы как выигрывает у нас Гримс, поскольку вражеский обсервер варт он успел убрать. Вот какой-то странный варт стоит у команды Among Us в этой точке. На кого он рассчитан, кого там хотят убивать? На антимага, мне кажется. На кого же еще? Может быть. 14 минут, а Шейкер берет блин к себе. Вообще, кстати, тайминг не самый плохой для Шейкероса. Но просто от него давления вообще никакого нет. То есть если у Тайтхантера 1.02, он три фрага сделал, и вот он стоит такой весь как бы жирный, да, на центре. И поди ты ему что-то сделай. А Шейкер, он... Это как в меме, знаешь, с двумя собачками. Типа одна собачка такая типа раскачанная, здоровая. Вот это Тайтхантер, а вторая собачка такая скуксилась. Вот сидит это вот куку на Шейкере. Давление пока никакого не оказывает, но у него есть возможность немножечко пошатнуть ситуацию на карте, в прямом смысле этого слова. И в переносном тоже. Вот с Даггером куда-то выйти, кому-то разбить нос. Вот, ну тут Шейкер... Ай, этот Магнус, ну... Ну дешевый фраг для реализации Даггера. Ну ладно, забрали Магнуса. Можно попытаться бот сейчас пропушить. Тайтхантер приобретает блин Даггер. Такой Тайтхантер старой школы. Как говорится, лучшая школа это старая школа. Я в ней директор. Говорит, Ван берет себе Даггер и порталится на Тер-2 в боссе. Сейчас там будет возня. А мне кажется, там ничего не будет, если честно. Просто все разойдутся. Тайтхантер здесь максимум пофармит крипов. Ну да, похоже на то. Можно попробовать реводж плюс ульт снэпфайр реализовать. Сюда телепортируется Магнус. В идеале, конечно, убить Ташку. В идеале. Вот она самая жирная самая. Ну, пока бегут за Фениксом и... Так, а что по хаунту? Хаунт есть. А Спектр телепорт нажала вот только что, что интересно. Она хаунт на антимема. А-а-а, не делает. Ну, там Сайленс пошел. Ну, может, успеет еще. Или драка. Надо нажимать, пока не поздно. Ой, НРП плохое, шоквейв мимо. А что же сразу-то... Шанс на убийство есть? Есть шанс на убийство. А что ультимага? Ультимага, если нажать на антимага не улететь, пока ИЧКП много. А что я не знаю? Да, может, по даггеру можно, мне кажется, прятаться. Там, наверное, думал In Your Dream, что, ну, уже нет особого смысла типа на антимага лететь. Ему после Сайланса ДП там полстэка выбили. Но мне кажется, он все равно бы выживал, если бы улетел. В димага же там никакой сетки нет. Минус ревальш, минус РП, минус ульт-дэс-профит. Вот. Это цена скиллов команды Сигнал Ультра. Цена скиллов команды Иман Газ это Магнус-четверка. Вот мы пришли и там напали... Ну, ладно, они эхо-слэм не дали. То есть там просто просто побили Магнусом. Дезолятор появляется на ДП. Отличная возможность прямо сейчас выйти на РП. Прямо сейчас. Немедля. Потому что там нет ни одного ульта у соперника. Так и делает у нас Абет. Вспомнил мем про пьяного мужика. Который, ну, типа, про... Там, Обаму говорил. Слепо. Обэ, Обэ, Обама. Слепо. Забрали сныпфайр. Чуть же жаж сегодня, Форес. Я сижу и улыбаюсь. Да я просто, ну, я когда не выспался, я начинаю, ну, типа... Чуть-чуть чушь, хотя я всегда чушь говорю. Ой, ладно. Что-то закончится вся эта вечеринка, как ты говоришь, ультимейтов-то нет. Ну, долго бьет. Супернова зонище ставится. Прыгает Тайдхантер. Пошел Хаунд. Супернова взрывается. Но Рошана забрать должны. Обэ, Берет себя Егис. Минус Магнус четверка. Отличная, кстати, Кисура. Ой, еще их СЛМ туда зарядили. Нормально. Ну, может быть, еще Тайдхантера как-то удастся схватить. Ловушечка, которая не наносит урона. Она сразу была поставлена, чисто для замедления. Тайдхантеру, блин, ничего не сбила. Ну, грамотный макро-мув. Я бы сказал, это единственное правильное решение. Вот, когда ты смотришь на доту с точки зрения игрока, не с точки зрения зрителя. С точки зрения зрителя, по идее, всегда можно найти объективную истину. С точки зрения игрока нет, потому что у тебя нет полноты информации на карте. Напали на СНФАР, убили. Вот, так с точки зрения игрока, даже вот эта вот ситуация, когда Эммангас вышли на Рошан и забрали, она единственная правильная, единственная верная. По-другому было поступить в эту ситуацию просто нельзя. Самое логичное действие, которое только можно было бы совершить на карте. В Эмбрейс выпадает от Эмпларки, она забирает его себе, переключит на ловкость, чтобы больше дамага было. Антимаг тем временем довольно хорошо себя чувствует. Манта купил, Санчадьяшу брать не стал. Соответственно, ожидать Элибарды от Антимага в этой игре, я так понимаю, уже не стоит. Хотя, тайминги у него просто прекрасные. Он бы мог купить. Ему надо бы до Блэкингбара Тэмпларки купить Элибарду, это было бы прям вообще сказочно. Но, он, во-первых, не будет этого делать. Но если бы Манту не стал бы покупать, он бы как бы смог. Ему же тут Спектр, кстати, забрали за что? Что за Реведж? Да, Реведж плюс Ульт ДП. Вот прям по КД использовать способности. Ну, молодцы. На самом деле, Сигнал Ультра, если вот подумать, вот как порой бывает тяжело, знаешь, у тебя есть четкое понимание того, что, ага, надо там пойти убить Спектру или другого вражеского кэрри. У тебя есть скиллы для того, чтобы это сделать, но тебе надо выйти на него, надо, чтобы он ошибся, где-то там не подошел поближе. Тут ребята уже три раза подряд, мне кажется, так на него выходят, за Реведж и Ультимейт Диспрофит убивают Нью Дрим. То ли Нью Дрим не раскликался, то ли Сигнал Ультра озверели просто в конец и ничего не боятся. Так, ну а Эггис остается ведь, правильно, у Мэнкас? То есть у Эггису можно будет попозже выйти с появлением того же Ахаслама и Хаунта, Тайдхантерду тоже на готове, даже без Реведжа врываться. Пока руны, ничего интересного. Дабл дамедж в боте. Мы пытались контролировать. Дабл дамедж в боте. И Темпларка, если заберет, будет приятно. Темпларка порталит. Лейтся и цапит сюда побыстрее, понимаешь, сейчас хороший вариант. А Ботл есть. Шейкер передаст. Шейкер передаст. Притом, все это Сигнал видит, понимаешь, все это время, но они боятся туда идти. И понимают, что это может быть просто какой-то байт на эту руну не рискует. Мне вообще кажется, что лучше бы даже... Сейчас кто-нибудь бы из саппортов умер бы за этот дабл дамедж, пошел бы его разбил, или бы забрал, или бы зафорсил взять. Ну, то есть, если бы там Снэпфайр вышла, Шейкер контролит, он там раз, фиссуру даст, там что-то еще. Так, Аббет начинает играть нагло, активирует дабл дамедж, пытается пропить ДП, пошел в хаунт, на хаунте влетает имени Дрим, замедление, плюс кортик, блейдмейл работает, Джеймс умирает. Сколько он будет действовать? То есть, ну, там, типа, 2 минуты эта руна лежит, вот, и еще потом 30 секунд действует, да, ну, или сколько-то там. Я могу посмотреть ситуацию. Ну, да, суммарно, по-моему, 30 секунд она действует. То есть... По-моему, 60, на ней 30 строк. Что? Действует дабл дамедж? Да. Не-не-не-не, какие-нибудь, не 60 точно. Я вот сейчас прокликал, там было 22 секунды. То есть, ну, не больше 30 точно. Как бы, в смысле... Пойду проверять. Не больше 40. Ну, это точно не 60. 60-то слишком много. Там, может, аркейн 60 действует, я не знаю. Вот. И на руках дабл дамедж... 45, форн. 45. Не тебе, не мне. Да, не тебе, не мне. Ну, блин, много. Короче, Аббет начнет, откровенно, борзеть с этим дабл дамеджем. Ну, что и как бы получилось. Так, пытается скивер ему вести, но рефракшн позволяет Абиду блинкануться отсюда. Врывается ку-ку, через татемчик, пробивает вышку. Ласкит получает In Your Dream, у которого, кстати, в билде Блэдмейл Манта пока что. Ой, даже не знаю, что дальше делать. Ну, по стандарту Скади может стоит подумать о Башаре. Так, куда-то выбегает. Берет... Берет аркейн руну, кстати. Потому что его довольно тяжело можно будет убить. С Сэкрослэмом забрали. Антимаг врывается. Вступил в игру. Алибарду купил! Алибарду купил! Так, пошла возня. А Егис еще есть. Пропадает он через 10 секунд, кстати. Есть четкие тайминги у Сигнал Ультра. Не убивает дальше. Тосует ДП. ДП. Не умереть бы ей. Магнус словил приступ к эллипсии. А Егис-то вот-вот исчезает. Да. Но ДП уже умирает. И не только ДП погибает. Магнус минус А Егис. Ну, уже антимагу-то. И наплевать на этот А Егис уже. Ну, в общем, А Егис реализован очень удачно. Да. Но тут было близко, на самом деле. Там у ДП был ульт. У Магнуса был РП. Он просто блинканулся прямо под Эволэнч. Видно, как он там махал своим копьем вот этим вот огромным. Он так и не мог скастовать ульт. Вот. А антимаг все-таки Алибарду, да, приобрел. Приобрел. Хоть обычно Алибарду берут, мне кажется, вперед манты в таких вот матчапах, как он играет здесь конкретно. Сайланса же нет никакого. От станов тебя манта не сильно спасает. Манта статы, иллюзии, дэмэдж дополнительный. А так можно было бы реально Сенчинг Яшу разобрать. Яша бы была там на скорость фарма и Сенч потом с Алибарды и сделать и пораньше, может быть, где-то вступить в игру. Но пока у Абата вообще никаких проблем в игре не возникает. То есть его вражеский коллектив не прессингует прям очень сильно. Т2 вышки стоят. Ну, все, кроме центральной. Значит, у тиммейтов вроде что-то тоже есть, как бы ТП там 10 тысяч натворца имеет, ясное дело, меньше, чем Ташка, но полезной в драке она будет. То же самое можно сказать про Тайтхантера с реваджем, которого, ну, типа, блинк на ревадж есть? Есть. Владмирс есть? Есть. Ну, все, что, полезный герой. Ну, так что флаг в руки, как бы Абату можно просаливать. Да, наверное, даже можно так сказать. Можно просаливать. Дальше следующим слотом берет Башер, что Спектра решила. Спектра решила не отходить от гостовских, скажем так. Рекомендации берет себе Скайли. Ультимаг нагло играет, бринкается вперед. Холли Локет появился у Феникса, то есть он должен сейчас... А мы можем посмотреть с хилом Аплификейш? Не, не можем. Или можем? Не, не можем. Почему-то, да, на хил не работает. А дамаг работает, на хил не работает. Так, цепанули Гримзокс. Кстати, в этой игре как-то невидимый ультимагист. Слушай, неплохо. Главное убить Спектру, пока убивают только Феникс, но Феникс тоже был важен, я понимаю, но два ультимейта на одного саппорта, знаете, это дороговато. Непонятно, что будет с ДП. Присосались в нее прям так серьезно, но в итоге боится. Боится темплар идти до последнего. Есть эхо-слайм от Пуфу, блестящий, убиваются и ДП, и тайт-кантер, 101 антимаг, прилетает нежно от Спектра. Абот, ну я не вижу в чем опасность его, хотя Тинни подойдет сейчас, успевает дать Ю. В самый последний момент. Киноптика, понимаешь, не было бы киноптика, может быть, не успел. Ай-яй-яй, как плохо все получилось. Вообще отвратительно скиллы сбросили, Радиент. Хуже не придумаешь. Бабка умерла самой первой, непонятно, ну по каким вообще причинам, как это так получилось. Почему бабка вообще идет и втанковывает. Первое. Второе, там реведж, РП, в принципе-то нормально, но почему они не убили? Там хилы никакого не было. Они должны были спектру захоронить там еще. Ну, в общем, плохо получилось. Прям очень. Ну и с этого момента контроль на карте, конечно же, должен принадлежать Имангас. Сейчас пока антимаг карту не сплитит, ультимейтов нет. Можно пойти даже попытаться как-то... Тут Бларка наглеет, конечно. Ой, наглеет. Ну, Тинни рядом. КБ. Бларка нажимает БКБ, еще убивает Снэмфайр по дороге, ну и надо уходить. Вовремя отсюда уйти. Аббит воюет, ну, не знаю. А Феникс может прохилить сейчас Есть ультимейт с Анрея, Феникс начинает лечить. Нет, ладно, не особо покалечить, скорее противника пытается убивать. Ставится яйцо, Аббит будет его защищать. Врывается Аббит дальше, удар с Мелда, попадает еще и по Найт Кантуру аккуратненько с пассивки. Ну и слушай, Аббит реально тащит эту игру не один, но очень много дел. Хотя как, 10.07 у него статистика. Ну все красиво, да, действительно, Аббит красавчик, хорошо все сейчас. Прям на кончиках пальцев, что называется. В этом моменте, там со ста хитпоинтами врывается, дерется, разворачивается. Феникс, кстати, как-то вообще что-то неощутимо с Анреем прохилил. Либо я просто не понял, либо реально неощутимо. Так, у нас второй Рошан появляется. Ну, надо отметить и Ку-Ку тоже все-таки полезное делает в этой игре. Вот его эхо-слэм вот конкретно в тимфайте, который был вот на топе с реведжами, с экзорцизмами, которые пытались сигналы ультра провести. Он там очень своевременно... О, кстати, ты видишь, как графика поменялась там? Когда Аегис, герой подбирает, у него такой, типа, Аегис над головой появляется. Когда там шмотку какую-то выбиваешь, там шмотка такая, ну, типа, сундучок вращается. Прикольно. А, ну, сундучок, да, я видел и видел. Как-то даже не обратил внимания на это. Ну вот. Прикольно. То, что нужно доте. Не, ну, доте нужно хоть что-то, в принципе. Не, ну, Дайр Тайт, конечно, это уже приятное мнение. Да, я не знаю, как ты, но я был уверен на 100%, что в этом году Дайр Тайт будет. Я прям был уверен. Если бы где-то можно было бы сделать ставку на то, что будет Дайр Тайт или нет, я бы поставил туда. Да, там еще летом находили вот эти Дайр Тайт в коде игры. Ой, ну это, блин, я знаю, знаешь, это эти самые конспирологические вот эти вот теории, что там в файлах игры там что-то находят, еще что-то там ищут, не знаю. Я как-то... У меня просто какая-то интуитивная вот была такая... Был такой момент, что я прям чувствовал, что... Ну типа, если в этом году Дайр Тайт не сделают, ну типа, все уже. Закрывайте. Да, закрывайте доту, все. Раздайте малоимущим деньги с интернешнала. Вот. И мы пойдем во что-нибудь другое играть. Вот. А, лоу, тут как бы, понятное дело, Дайр Тайт ввели. Ну хорошо, че, гонят, кстати, антимема и за все скиллы его спокойненько забирают. Там ведь АМКБ и статема бьет Шейкер, и вот Эгель Барда плевать на нее. В плане, я имею в виду дополнительную выживаемость для антимага. Ну, 12 тысяч перевес. Один антимаг держится. Один антимаг и копить его очень легко могут убивать. Даже не используя тут прям масса контента. Хотя, используют Шейкера, этого хватает. Шейкер вышел с этой линии, где у него там 8 грибов было против 30 антимага и вот он настолько сейчас хорош. В отличие от Найтхантера, который, ну так уж получилось, что очень много ультимейтов отдавал почти в никуда. в копочках какого-то там Феникса. И в итоге несколько драг было крупно проиграно. Хай граунд Аегисом Кадз долетает в спектре. Магрус на Скибере может сейчас поиграться кого-то, затянуть, но непонятно, чем это может закончиться. Там опять же можно и хаунд нажать, можно и фистуркой подрать. Попробуй такую спектру убей. 2800 кп, блейдмейл, дисперсия, сыр. Там замучаешься, там Ку-Ку прожимает БКБ, зачем-то без антимага. Без антимага сигнал ультра. какой шанс, вот как бы, чего ждут сигнал ультра? Они ждут конца Аегиса сейчас на Темпларке. Две минуты еще. И спав на антимага. И потом попытаться как-то за все ульты убить в первую очередь Темпларку. Хрен с ней со спектрой. Темпларка, Феникс, вот их главные цели. За реведж, за сайланс попытаться забрать. Пока у Феникса не появился айон диск, поскольку если у него айон диск появится, вы его, скорее всего, не убьете за скиллы, потому что скиллов... Не, скиллов-то в принципе много, просто он солнце поставит. Он придется солнце разбивать. Как же жестко Темпларка пробивает. Буквально 3-4 удара с полным критом и, ну, там выпал еще сказать, повезло. А там репарькид, да, выпал что ли, райден там? Нет, это Дайром выпал репарькид. Зато Квикининчарм появился. Квикининчарм как раз либо для ДП, либо для... ДП армор берет. Ну, значит, для Тайдхантера, наверное, лишним не будет. Темпларка прыгает вперед, нах! Ходит здесь бабушку. Бабушка очень быстро погибает. Байбек у нее нет. Магнус погибает. Надо покупаться и Магнусу. Что, ждать? А, что тут уже именно с ДП у насчет. Ну, и ДП тоже надо выкупаться. Но Аегис еще сколько минуты, да? Не получится дождаться. Алибарда на Тэмпларку. Слушай, а больно! Ну, Аегис, может быть, и убьют. Но это только Аегис. Теперь Шейкер готов будет врубать, помогать. Пока Абит Плинк ин нажимает скорее, а РП... Ну, где же, где же помощь? Санрей работает. Надо, может быть, Шейкеру как-то все-таки подворваться. У него ведь есть Техослэм, но он что-то не спешит особо. Врубаться. Хотя, мне кажется, позиция была неплохая. Томсально там три героя били одну Тэмпларку. Минус три за счет массовых байбеков получается здесь, ребят, наказать. Я думаю, что во время вот этого дайва под Т4 Абит исполнял Арию Величайшего, а именно сколько было помощи ноль помощи. Вот. Ну, за все скиллы убили, как бы. С байбеками, да? То есть, если по Егиса не было, как бы у Рейдзентов был шанс, ну, как бы отбиться, я имею в виду ну, малой кровью, да? А так-то они ну, прям вгрызлись вообще в этот в этот тимфайт, не отдали линию, выкупил СДП, выкупился Магнус. Вот. Следующая их ошибка будет уже финальной. Поэтому не стоит ловить тупняка. Не знаю, я пока не особо доволен игрой СНЕПФАЕР, если честно. Как-то прям слабенько. Блин, я вчера так на СНЕПФАЕР в миде просолил, ты бы видел, блин, я даже МВП получил. В миде? Да. Первая моя игра на СНЕПФАЕР в миде вообще. Супер сильный герой. Пошел улит СНЕПФАЕР, пробил. Так, куда что? А у вас нет темпларки, куда вы лезете? Или нормально? Ладно, пытаются убить антимаг, и убивают. Слушай, мы можем эспектр недостыниваем уже. А, ну там нет ультов, да. Там, типа, нет ультов, поэтому они полезли. Ну ладно, нормально. Я что-то сам тоже убил. Сейчас как раз ребята пойдут антимаг без байбека. Интересно. Антимаг без... А что он купил? А, он обисал. А, он обисал, да. Ну вот так вот. Так, без ультов. Он, наверное, правильно делал. Знаю, правильно делал, что в ноль закупался. Правильно делал, что в ноль закупался, просто ребята что-то не дооценили вражеский пик без тампарки, учитывая, что нет экзорцизма и реведжа. Получается, что... Ну, без шансов, получается. Без шансов. Сейчас просто герои поднимай байбеков, умрот. И что делать? А, это 25-й уже, а бедом. 25-й летят баши. Ну, это кг. Тут можно в трон идти. Не получилось у обида закончить эту катку с нулем смертей, но все равно он большой молодец. Ну, КТА стоит. Все равно хороший. А как все у Сигнала Ультра классно начиналось, а? Да, два... Два очень кривых тимфайта. Вот. Ну, ладно, не два даже, там побольше. Там Рошани... На Рошани был немножко кривоватый, когда они мешали Аегис забрать. Потом... Так, что-то пытаются еще. Неплохой, кстати, Скивер, хороший стан от папки, но... Ладно, тут... Тут уже ни о чем. Ну, короче, ошибки были допущены. Нельзя сказать, что... Типа Сигнала Ультра там проиграли чисто потому, что ЕГЭ там... Не, ну, ладно, блин, ЕГЭ лучше сыграли, безусловно. И, кстати, шрифт новый для команды. Команка с Викторией написано. Видишь, каким шрифтом тебе? Короче, классно. Доту обновили. Живем. Живем. Так, ладно, я пошел бутер с сыром съем. Вот, а то что-то... Как говорится, ты не ты, когда голоден, да. Вот, вторая карта, там, 10-15 минут, драфт начнется и поедем.